Спасибо большое. Добрый день, уважаемые коллеги. Я не буду это делать как-то в своем выступлении в рамках презентации. Наверняка уже кто-то работает с нашей группой компаний. Я, может быть, даже уже в режиме ответов, которому задавали, вернее, в режиме ответа на вопросы, которые моему коллеге задавали, Александр Александрович, достаточно подробно рассказал то, что происходит. Но, наверное, в части, я, наверное, да, вот как институт, который, в принципе, отвечает за развитие несередного экспорта в Российской Федерации, поддержу, что да, сейчас очень много делается в части, ну, скажем так, смягчения санкционного режима, в части именно пищевого направления. Да, есть определенные подвижки, которые растут в Госбанку, есть определенные решения Госдумы недавние по возможности осуществления платежей в сторону страховых компаний по перестраховке как раз судов. Это как раз все то, что может влиять на дальнейшее увеличение сбыта. Но мы сейчас говорим по зерновой блоке. А если говорить про нашу структуру, то мы, по сути, занимаемся в развитии несередного экспорта, по сути, продуктами, ну, уже высоких переделов. И если говорить про основные задачи, то, собственно, это обеспечение финансовое, это работа по тем мерам господдержки, которые правительство Российской Федерации определило для экспортеров. И мы здесь выступаем как администратор ряда субсидий, в данном случае Минсельхоза Российской Федерации, как единое одно. Немножко об этом скажу. Ну и занимаемся, конечно, не финансовой поддержкой, собственно, учим, рассказываем, делаем анализ по новым рынкам и так далее, и так далее. Если говорить по сегодняшней ситуации, да, конечно, с одной стороны, есть очень много нюансов, о которых уже упомянули спикеры. Это и логистика, это расчеты. Но мы, по сути, там, в ежедневном режиме работаем с каждой компанией, по сути, вручную, с тем, чтобы, да, уходить от каких-то проблем в расчетах, давать какие-то альтернативные решения. Ну, естественно, и бизнес, конечно, очень много предлагает, и ищет путей, через которые можно и платить, и принимать платежи. И в части логистики находится решение. В части логистики сейчас очень активно заработал долгоиграющая история север-юг. Это как раз задействование Каспия, иранского направления, с поставкой в Индию. То есть это все то, что сейчас уже даже в контейнерном исполнении пошло вот сюда уже, в сторону Юго-Восточной Азии, в Азию. Вопрос по Китаю задавали. Да, по пищевому направлению очень большой спрос на российскую продукцию. Есть определенные товарные позиции, хиты. Ну, я сейчас говорю про переработку, естественно. Но здесь, помимо того, что есть проблемы с логистикой, есть ковидные ограничения внутри самого Китая, которые, собственно, ограничивали и до сих пор влияют на поставку, в том числе, российской продукции. Ну, вот мы сейчас тоже видим там определенные смягчения и в части контейнерных поставок уже со стороны России. Но там сейчас в части логистики на Китай немножко другая проблема. Буквально сейчас мы утром с коллегами обсуждали из Новосибирска. По контейнерному составу, по наличию. Есть там определенные нюансы. Если говорить по приоритетам, мы для себя это определяем следующим образом. Мы, по сути, выступаем как инструмент продажи и помощи российским производителям продать российскую продукцию за рубеж. Один из каналов, который мы реализуем с Минсельхозом Российской Федерации, один из инструментов, это создание так называемых шоу-румов российской продукции. Это, по сути, такие пищевые павильоны российской продукции, где иностранная компания может прийти и попробовать соответствующую продукцию, связаться с производителем, судить условия и так далее. Три, вернее, четыре таких павильона у нас уже работали и работают несколько лет. Это Китай, Вьетнам, Эмираты и Индия. И с этого года, вот уже касаемо приоритетов, у нас запускаются до конца года в турецкий такой павильон и в Саудовской Аравии, в Турции и Саудовской Аравии. По сути, вот мы говорим о тех приоритетах, над которыми мы сейчас работаем. Естественно, в приоритете сейчас Иран. Мы видим и заинтересованность иранской стороны, в том числе по закупке пищевой продукции. Причем, если даже год назад взять, мы имели проблемы с расчетами с иранскими компаниями. Понятно, это были третьи страны и так далее, целая схема. Но, в принципе, то, что и сейчас есть. То сейчас мы видим, что в запросных позициях иранских уже присутствует то, что они готовы покупать нашу продукцию здесь уже внутри страны, поскольку у них уже заведены деньги сюда. И конкретно объемы, не знаю, масло-жировой продукции, еще порядок товаров, они готовы покупать уже здесь, скажем так, без каких-то экспортных рисков для наших компаний. Несколько слов по господдержке. Самый для экспортеров популярный у нас это транспортная субсидия именно для экспортных поставок и сертификация. Нужно отдать должное, что правительство Российской Федерации не на рубль не сокрасило эти строки по этим субсидиям. В этом году они профинансированы на следующий год уже. И здесь работа с экспортерами ведется. У нас недавний выборку делал по Ростову. У нас по как раз транспортировке, это поставление 1,24, которое позволяет четверть расходов компенсировать как раз в части экспортных поставок. У нас уже порядка 40 компаний, кто воспользовались, и объем очень хороший выбирает. То же самое касается сертификации, то есть все, что связано с подготовкой товара к условиям требований внешних рынков. Над этим тоже очень много работаем совместно и с Россельхознадзором, естественно, с отраслевыми министерствами, контролирующими структурами. Вот, ну это, наверное, если вкратце, такими общими мазками, я готов ответить на вопросы. Друзья, у меня есть вопросы? Замы есть? Да, я есть. Спасибо. Подскажите, пожалуйста, как вы видите потенциал продуктов переработки в привязке к решенице, к кукурузе, к подсолнечнику? Какие это продукты, на которые есть заявки, или, возможно, возить пересквартный центр? В какие страны и в каких объемах? Ну, хотя бы общими мазками. Потому что возможно, и иные продукты переработки может быть не так сложно организовывать. Мы сейчас находимся в ситуации, когда продавать просто продукцию в этом направлении летательности. Поэтому информация от вас в этом направлении интересна. Здесь мы очень активно работаем в том числе с нашей зарубежной сетью, с торговыми представительствами, где мы, по сути, получаем первичные запросы как раз по интересам иностранных компаний. Но продукты переработки, по сути, это все, да, начиная с муки, заканчивая, естественно, крахмалы. Это, не знаю, там, вот то, что мы сейчас в моменте работаем. Хлебцы, кондитерские изделия. Это все то, что пользуется спросом. И в ближайшем зарубежье. Понятно, наши традиционные партнеры – это Казахстан, Беларусь, Узбекистан. Здесь наше ближайшее плечо – Азербайджан. Идут большие подставки. Ну, в абсолютных цифрах я сейчас не скажу, да, нужно посмотреть аналитику. Но вот из запросных позиций – это то, что вот я сейчас вижу, то, что приходят к нам живые запросы с конкретным интересом. Спасибо. Еще вопросы? Да, Лик. Ну, также спасибо вам, что вы помогаете, Игорь, крестьянам, потому что мы как-то, ну, как же у нас страна сырьевая, но нет, газ и пшеница. Пшеница только как бы сырье. И хотелось бы, конечно, узнать бы переработку, в каком направлении там, ну, как говорите, спирт, там, ну, да, там, или что, что-то говорите, или калину, куда нам, ну, как бы, и стремиться. Хотели, конечно, от вас бы, ну, как бы и слышать, и в будущем. И хотел обратиться к крестьянину, что, ну, если вы реально хотите, крестьянам помогать нам, ну, давайте подумайте, вот, как-то, наверное, надо же вас народный дом создать. Потому что, наверное, когда, ну, где-то заниматься, международно, и каждый заниматься домом своим делом, а если у вас есть желание, ну, или хотя бы парламент салона размещать на делах у крестьянина, или что у вас, ну, партёров, так же, с Казахстаном, с Арааном, там, есть, с Курсией, потому что, ну, понятно, там, вроде, тысячи лет, мы эти связи налаживали, а мы тут, у нас рынок 30 метров, да, и мы сегодня, я говорю, не научились торговать, и, Тарас, а во-вторых, если бы тысяча человек выйдем на рынок, кого-то не будет, нам всё равно, может быть, 30 людей, которые, ну, какие-то, ягоды, там, ну, ну, как бы, делятся, за свой, там, свою маршрут, и на страны, потому что не ставят на их территорию. И, ну, мы сроки, как мы придём, и сегодня-завтра, ну, можно начать уже и прям, сейчас, как говорится, а потом эти, на эту тему. Ну, информационно надо застрадать, ну, и вообще, ну, что в мире требуется. И это всё равно рабатывать партнёром и за рубежом. Ну, без этого мы не отдадёмся. Потому что, ну, сырьё мы производим, да, и хотите переработать. А что переработать, и куда потом это делать, вопрос. Ну, что-то регулярно тоже надо уметь. Это много тоже подлога карли, это оборудование. Это международное. Легче какую-то иметь структуру, которая, ну, знала, что... Если отдал победитель, получишь, а не так, что тебя там арестуют, там, или, там, приглядываться какой-нибудь, ну, вы сами, знаете, там, хозяинки, вы всегда что-то там найдете, если их на захотите. Это просто гарантия, нужно какой-то или государственной, или какая-то структура большая. И, знаете, вот я не знаю, недавно сталкивался, ну, мы тоже там, у нас там, со склада, там, и шаницу производим, мы сами муку. Ну, у нас был спрос на муку, да, там, как-то, и у нас какие-то там люди там закупали кораблями и отправляли муку. Но это все правильно и правильно, понятно, что постоянных пока нету, вот, розы. И они, конечно, у них там тоже, но она тоже неплохая. Поэтому наша мука, она, в принципе, неплохая. Понятно, что на этих странах, в Египте, там, не знаю, Сирии, там, мука хорошая, не знаю, в мире были точки, все же получалось, и все. Ну, опять же, надо найти на эти делки, которые тысячелетели, уже там, себя здесь имели и все такое. Да, это за якурки там, на что мы возили, как говорится, свою руку. Поэтому тяжело, в основном, надо заниматься. Спасибо. Хорошо. А мне хотелось бы, спасибо, Вадим Васильевич, а мне хотелось бы задать такой вопрос, вот, лучше заниматься специализированной фирме переработкой, или можно хозяйством? Вот как, допустим, Владимир Муфтиярова, СИПОС-предприятие, которое перерабатывает и делает булку, делает хлеб, перерабатывает рис, хорошая продукция, получается, тоже. Как Вы думаете? Ну, формат и тот, и тот возможен. Мы работаем и со специализированными компаниями, кто занимается и переработкой, и, там, не знаю, вот именно экспортным направлением. Но я исхожу из того всегда, что если предприятию есть интерес и есть возможности к диверсификации бизнеса, то есть и на своей базе создавать какие-то мощности по переработке, то я, конечно, за такой формат. То есть это уже, как мы говорили, это другая маржинальность уже. Да, нужны определенные навыки, знания, там, понятные по производству и по дальнейшей реализации, но, поверьте, сейчас столько много институтов, включая нас, да, которые и учат, и рассказывают, и показывают, и кому можно продать, и как продать, как составить контракт, ну, вот полностью, что называется, упаковывают вас как производителя. Вот я, поэтому я лично за такой формат. Друзья, есть еще вопросы? Спасибо. Спасибо.